Привезли мне этого железного коня, выгрузили, завели, и катнулись пару раз туда-сюда, и уехали. На следующий день завести его я уже не смог. Не коня, а полудохлого жеребёнка. А другого я, в общем-то, и не ожидал. В этом плане у меня богатый опыт присутствует. Посмотрите хотя бы мой ролик про то, как я покупал снегоуборщик Део. Много было возни и приключений. Наши коммерсанты никогда не делают предпродажную подготовку товара. Не хотят и не умеют. Прежде чем я сделал первый короткий выезд на природу, пришлось изрядно повозиться с этим чудом технической мысли. Но сначала немного про его технические характеристики. Перед тем, как продолжить, хочу передать пламенный привет сборщику Михаилу П. Который собирал этот квадрик из пришедшего из Китая машинокомплекта. Благодаря полупрямым рукам, растущим из неизвестного места этого высокого специалиста, я убил кучу своего времени и получил массу незабываемых впечатлений. И этот процесс еще не закончен. Каждый раз я поминаю Мишу тихим, ласковым словом, перед тем, как отстегнуть очередную денежку на запчасти. Начинаем работать с квадриком. Снимаем пластиковые левые и правые нижние защитные кожухи. Иначе не добраться до мотора. Надо будет открутить где-то штук 15 болтов. Это не проблема. Первым делом надо заменить масло. Сейчас там транспортировочное масло. На нем ездить не рекомендуется. Менять желательно на горячем двигателе. Выкручиваем масляный щуп, а с другой стороны сливную пробку. И принимаем масло в подходящую посудину. Не потеряйте сетчатый фильтр под этой самой пробкой. Чтобы слить максимум масла, наклоните квадрик в сторону сливной пробки. Закручиваем сливную пробку и заливаем свежее масло через посадочное место масляного щупа. Масло полусинтетическое 4Т 10W40. Потребуется чуть меньше 1 литра. На этом масле будем обкатывать двигатель. Теперь надо настраивать карбюратор. Снимаем сидение. Справа расположен аккумулятор. Левее воздушный фильтр. Еще левее сам карбюратор. Маленький желтый бочонок – это бензиновый фильтр. Слева – бензиновый краник. Подача из бензобака – клювик крана вправо. Применён очень распространённый карбюратор PZ-30. Его и на мотоциклы ставят, и на другую самую разнообразную мототехнику. Молодёжь в этих вопросах разбирается намного лучше меня. В описании на видео привожу ссылки на ролики, в которых ребята подробно рассказывают про настройку таких карбюраторов. Я следовал этим рекомендациям и без труда делал настройку. Спасибо, ребята. Хочу отметить, что регулировочные винты расположены в труднодоступных местах. Вам потребуется короткая, очень короткая отвертка и ловкие тонкие ручонки. Винт количества расположен рядом с выхлопной трубой. Можно обжечься, доступ сверху. Его можно даже без отвертки крутить. К винту качество – доступ снизу. Смотреть сбоку, издалека – непростая задача. Масло поменяли, карбюратор настроили, можно ехать. Не тут-то было. Совершенно случайно замечаю, что одно колесо как-то не так стоит. Приглядываюсь ещё пристальней. Ба, штанга болтается, не зафиксирована. Спасибо, Миша П, за очередную развлекуху. Пробую выставить колесо, подкручивая ключом туда-сюда эту хитрую штангу. Нет, не получается. Дополнительно надо регулировать положение колеса с помощью вот этой гайки. Чтобы был доступ к этой регулировочной гайке, надо снять пружинный амортизатор, который крепится двумя болтами. Это несложно. Проверяем натяжение цепи и смазываем её. На всякий случай проверяем затяжку колес. Теперь за что будем дёргать и что крутить. Это так называемый подсос. Это кнопка запуска двигателя электростартером. Это управление освещением. Это рычаг глушения двигателя. Среднее положение – работа двигателя. Это рычаг газа. Но непривычно. Это тормоз с фиксатором. Это рычаг переключения скоростей, как в мотоцикле. Это тоже тормоз. Всё готово. Заводим и едем. Заводим и едем. Заводим и емкость. Заводим. Быть или не быть, вот в чём вопрос Похоже, накрылась свеча зажигания